Как общаться с подростком, если он не хочет идти на контакт в храм или ходит с под палки и продолжит наставить? Оставить ли в покое его? Как быть? Ну, подросток – это уже прыщи. Подросток – это уже некое чувство, что я уже, извиняюсь, так сказать, сиську не сосу, уже я, так сказать, повзрослее буду. Поэтому подросток требует некого удлинения поводка. Поводок должен оставаться. Собачатникам сегодняшним говорю, сейчас же собак все любят больше, чем людей. Вот всем любителям собак говорю, что поводок должен быть и у собаки, и некий невидимый, мнимый, духовный поводок у каждого человека. Поводок. И вот он может быть длиннее, короче, и вот если он уже подрос, пацаненок, надо отпускать немножко его. А можно я подольше погуляю? Ой, ну страшно же, ну страшно, но, Господи, помилуй, ну можно, Христос с тобой. Только что ты не забывай, там, то нельзя, то нельзя, там, приди вовремя. Я ж спать не буду, я ж буду ждать. Вот, ну и так далее. Поэтому из-под палки уже верить не получится. В пубертатном этом созревании, в этом периоде неизбежно будет бунт. Пусть маленький, но бунт. Да я уже, там, да я то, да я сё. В нём бурлит, там, понимаешь, всякое. И он сам ерепенится, как бы, поэтому не удивляйтесь. Почему мне всегда жалко маму, у которых отцов нету, как бы, у них нету мужа рядом. Вот если у вас есть пацан, а мужа нету, то, Боже, как же это тяжело, воспитать пацана без мужа. Батька не обязательно должен в морду бить. Он самим своим присутствием, он ставит акценты на свои места. Батька есть, и уже пацан уже рот на мать не раскрывает. Говорит, ты чё это вообще, ты чё? Ты чё, разговаривать сразу учился? Это же мама твоя. И он уже там, если он там жало опять там раскроет, то батька ему там, как бы, расскажет, как бы, значит, вот почём фунт лихо, как бы, и он не будет. Как же эти бедные женщины без мужей живут на самом деле? Вот у неё пацан 15 лет, например, и она одна бедная баба на работе. И она там на работе вкалывает, чтобы его же, собственно, и накормить. Согреть, одеть там, научить. А он вообще не ценит её. У него нет такой ценилки ещё, не выросло ещё. Он не понимает дороговизны этих вещей. И он с друзьями на улице, она переживает. Поэтому так нужно, чтобы были полные семьи вообще. Пожалуйста, не бросайте своих жён, мужья. Потому что вы очень нужны. Мужик в семье нужен ужасно. Особенно, если дети подросли. Потому что баба сама, она и попу помоет, там, значит, и рубашку погладит, там, яичницу там жарит, там, и занавеску постирает. Но дисциплину в семье невозможно создать без наличия мужика, родного, не чужого дяди Васи, куда-то зашёл, куда-то матрос, понимаешь, на две ночи. Это не то. Свой папа. Папа свой, который раз посмотрит, как бы, и все по углам. И маме хорошо. Мама уже дальше может опять, там, понимаешь, там, столы вытирать, там, значит, и носки стирать. А иначе в подростковом возрасте бегут они от нас всех, бегут. Потом возвращаются. Но всё равно надо быть готовым, что убегут. Но если батька в доме, то бегство будет менее критичным. Нужны мужики в семье, нужны отцы. Как приятно, смотри, когда папа с малышом на площадке, папа с малышом, там, в фитнес-зале, папа с малышом, там, где-нибудь, там, в театре, там, папа с двумя малышами, где-нибудь, там, в цирке. Я ж хожу всюду, смотрю и думаю, вот, нет, класс, класс, просто класс. Говорит, папа, мама, это понятно. Вот, папа. Да. Без мужиков ничего не получится. Баба одна ничего не может. Зачать может, родить может, откормить может, воспитать не может. Говорит, вот портфель, пальто и шляпа. День сегодня выходной. Не уйдет сегодня папа, значит, будет он со мной. Читали вы такие стихи когда-нибудь в детстве? Вот радость всегда для ребенка, что папа со мной. А папы, паразиты, к девке молодой, шо бы у вас хлеб застрял в горле сегодня же, и вы его выкошлили и пошли на исповедь. Паразиты вы побросали своих жен, они теперь мучатся в одиночку. Продолжение следует...